Рейс Мы верим, что этот маршрут станет новым звеном, соединяющим дружбу народов двух стран и придаст новый импульс развитию обеих сторон. На церемонии открытия присутствовали представители аэропорта Шереметьево, китайской авиакомпании Air China и Министерство иностранных дел КНР. Делегации обменялись памятными подарками и разрезали праздничный торт. Новый маршрут предвещает не только большее количество пассажиров, но и укрепление отношений между странами. Пассажиров потолки с нашими странами увеличился в 2 раза за времен 2019 года, постоянно в силу перелетели. И в этой общей цели мы надеемся, что открытие новость направлений, в частности данного рейса, будет способствовать дальнейшему развитию нашей культурной связи с нашими странами. После завершения официальной части делегации отправились поздравлять пассажиров первого рейса. Первому мужчине у стойки регистрации вручили панду и модель самолета. Остальным достались памятные значки. Урумчи очень большой город, что тоже важно. Поэтому я считаю, что между Москвой и Урумчи нужно установить и развивать тесную связь. Поэтому я поддерживаю открытие прямого рейса из Москвы в Урумчи. Урумчи сравнивают с нашим Саратовым. Расположен в северо-западной части Китая. Это городской округ с развитой нефтяной, текстильной и металлургической промышленностью. При этом проживают там преимущественно китайские мусульмане. Раньше, чтобы добраться до Урумчи, приходилось лететь вначале в Пекин, а потом тратить примерно 10 часов на дорогу. Это удивительно, потому что 5 часов всего лишь. Мы обычно раньше добирались в Москву, Пекин и дальше куда-нибудь по Китаю. Я думаю, как минимум раза в три дольше, потому что Москва-Пекин это 8 часов, от Пекина до Урумчи, по-моему, там тоже 3-4, 3, может быть, с половиной. И плюс еще пересадка. На данный момент самолет из Москвы в Урумчи будет совершать свой рейс три раза в неделю. Но в дальнейшем сотрудники Шереметьево планируют увеличить число вылетов. Сервер Бигмомета Вильфрад Демковский. Новости Химки ТВ.